Добрый день, уважаемые зрители и слушатели! Этим роликом мы начинаем новый цикл наших видео уроков. На этот раз он будет посвящен истории нового времени. В первую очередь, ролики из этого цикла будут полезны для учеников 7 и 8 классов образовательных школ, а также для учителей, которые используют видео уроки в своей учительской работе. Но мы надеемся, что тот материал, который мы будем в этих видео уроках излагать, окажется интересным и для простых любителей истории, и для непростых любителей истории, для всех подписчиков нашего канала, тех кто подписался уже сейчас и тех кто подпишется позже. Так уж получается, что в 7 классе изучается первый этап истории нового времени, то есть 16 и 17 века нашей эры. В 8 классе уделяют внимание 18 веку. Вот так сегодня выстроена программа по истории, и мы будем придерживаться этих самых рамок. В первую очередь наш цикл будет охватывать историю раннего нового времени, 16 и 17 век, то есть рассчитан на 7 классы. Но если все пойдет хорошо, то уже в этом году мы начнем запись и роликов для 8 класса и надеемся, что к концу нового учебного года у нас будет уже и цикл видео уроков для 7 класса по всемирной истории, и для 8. В качестве основы для планирования, тематического планирования наших роликов, мы выбрали учебник по истории нового времени за авторством Юдовской, Баранова и Ванюшкиной для 7 класса. Это не лучший из тех учебников, но наиболее распространенный сегодня в нашей школе, поэтому в первую очередь мы будем ориентироваться именно на их темы. Я лично считаю, что учебник издательства Дрофа под авторством Ведюшкина и Бурина, он лучше, но поскольку мои ученики работают по учебнику Юдовской, Баранова и Ванюшкиной, то и я свои ролики буду выстраивать именно в этой логике. Впрочем, нам придется выходить за рамки тех параграфов, которые отмечены в учебнике, потому что очень многое важное и интересное остается там за кадром, а нам бы хотелось об этом поговорить. Поэтому мы начинаем. Оставайтесь с нами, мы постараемся, чтобы было интересно. 520 лет назад, почти 520 лет, 12 октября 1492 года, три небольших корабля бороздили воды Атлантического океана, держа курс на запад. На мачте одного из них, который матросы называли Пинта, находился моряк, испанский моряк Родриго Триана, который тщательно вглядывался вдаль. Уже очень долго корабли шли, не видя берегов, но командующий экспедиции, которого звали Дон Крестобаль Колон, а мы его знаем, как Христофора Колумба, уверял своих матросов, что в скором времени появится берег заманчивой, манящей страны Индии. И вот Родриго Триана, сидя в вороньем гнезде на мачте корабля Пинта, увидал вдали какое-то темное пятнышко, и над эскадрой раздался крик «Земля! Земля! Терра!» по-испански. Это был берег острова, который потом испанцы назовут Сан-Сальвадор, а местные жители называли Гуанахани. Это был один из Багамских островов. В этот день, 12 октября 1492 года, Христофор Колумб, руководитель экспедиции, открыл новый континент, который мы сегодня знаем как Америка. Для Европы началось новое время. Новое время – это такой период в истории человечества, который отсчитывают с конца 15-го до начала 20-го века. Впервые этот термин появился в Европе, в Италии, в 15-м веке среди ученых-гуманистов, которые свой собственный период жизни, тот самый 15-й век, рассматривали как новое время по сравнению со средневековьем. В этот период усилился интерес к наследию античности, очень многое менялось в окружающей жизни, и казалось, что время действительно новое. Впоследствии этот термин «новое время» взяли на вооружение многочисленные историки, и сегодня мы знаем, что вся история человечества делится у нас на четыре больших периода. Первый из них – это древний мир, который начинается с того момента, когда первобытная обезьяна превратилась все-таки в человека, и длится приблизительно до пятого века уже нашей эры. Второй период, так называемые средние века, с конца пятого века нашей эры до конца пятнадцатого века. Далее четыреста лет – шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый века – это новое время, а вот последний период, двадцатый и двадцать первый век, ученые называют новейшим временем. Мы с вами в течение нашего цикла будем говорить о новом времени. И вот это самое новое время – период, который историки не могут до сих пор точно определить хронологически, в каком году оно началось и в каком году оно закончилось. Конечно, вот такие попытки найти точное начало и точный конец любой исторической эпохи, они заранее обречены на провал, потому что история – это процесс непрерывный, и сказать, что вот сегодня закончились средние века, а завтра наступило новое время, с научной точки зрения, конечно, нельзя. Но нам, людям, очень хочется иметь четкие рамки, началом нового времени – 12 октября 1492 года – открытие Америки великим мореплавателем Христофором Колумбом. Впрочем, есть и другие точки зрения. Когда я сам учился в школе, у нас началом нового времени считали 1640 год. Год, когда в Англии началась буржуазная революция. Английский народ восстал против абсолютной власти своего короля, сверг его и установил выборную власть тех людей, которые занимались в первую очередь бизнесом и предпринимательством. Этих людей будут называть буржуазия. Буржуазия пришла к власти, и вот именно этот приход к власти нового слоя, нового класса общества, многими историками считался началом нового времени. Есть и третья версия, которая говорит, что по самым серьезным подсчетам, Средневековье закончилось, а новое время началось, только в 1789 году, когда произошла такая же буржуазная революция, точнее началась такая же буржуазная революция во Франции. Историки ее называют Великая Французская революция не случайно, потому что она очень серьезно отразилась на истории не только самой Франции, но и многих других стран мира, в том числе и нашей с вами России. Поэтому именно вот это событие, Великая Французская революция, взятие Бастилии, свержение королевской власти, надо считать началом нового времени. Единой точки зрения нет и по поводу, когда вот это вот самое новое время заканчивается. В Советском Союзе считалось, что концом нового времени можно считать 1871 год. В 1871 году, в марте месяце, в Париже, снова во Франции, произошла еще одна революция. К власти пришли сторонники справедливого устройства общества, французские социалисты. Они продержались у власти очень немного. Их правительство, которое историки называют Парижская коммуна, всего лишь несколько месяцев смогло удержать власть, потом эта революция была задавлена. Но это была первая революция в мире, которую называют социалистической. И вот с этого события, с первой социалистической революцией, отсчитывают конец нового и начало новейшего времени. Есть и другая точка зрения, что новое время начинается с началом 20 века, то есть 1900 году. Некоторые говорят, что правильнее считать началом нового времени август 1914 года, когда началась Первая мировая война. В предыдущей эпохе в истории человечества мировых войн не было. Разные всякие, многочисленные войны были, а вот мировых нет. И Первая мировая война полностью перевернула всю жизнь человечества и обозначала начало новой эпохи. Так что, единой точки зрения у историков, когда началось новое время и когда оно закончилось, нет, мы будем пользоваться общепризнанной версией для школьных учебников современной России. Начало нового времени – это конец 15 века, то есть открытие Америки Христофором Колумбом. А конец – это начало века 20. Новое время – это период, когда в жизни людей, в первую очередь в Европе, произошли глобальные изменения. Они начались в экономической сфере. И это неудивительно. Мы с вами живем в мире, в котором материальные потребности, это потребности самого первого, базового уровня. И все устройство общества, оно базируется тоже на экономических процессах. Когда меняется экономика, рано или поздно поменяется и все общество. В новое время так и происходило. Изменения, которые произошли в экономике, породили очень серьезные изменения и в общественной жизни, в социальном устройстве общества и в духовной жизни людей средневековой Европы. В чем же эти изменения заключались? В первую очередь в экономике они заключались в том, что в Европе развивается товарное хозяйство. Вы наверняка помните, что в раннем средневековье господствовало так называемое натуральное хозяйство, когда в каждом феодальном владении все, что было необходимо для жизни, производилось внутри него, а больше было и не нужно. Все, что производили, производили для собственного потребления, а не для продажи. Теперь же в Европе начинают производить товар. А товар это продукт, созданный с целью перепродажи. Товар, который в наше потребление именно через обмен поступает. Средневековые мастера производили ровно столько, сколько было нужно. Мастера нового времени стали производить гораздо больше, надеясь большую часть того, что они произвели, продать. И вот такая экономика называется товарным хозяйством. В этот период активно развивается внутренняя европейская торговля и международная, особенно международная торговля. С развитием техники идет постепенный переход от ручного труда к машинному, появляются вполне серьезные механизмы, и люди постепенно овладевают новыми видами энергии. Энергиями воды, энергиями, потом пара, затем электричество. Все эти экономические изменения приводят к серьезным изменениям и в политике. В политике мы видим, что в европейских странах укрепляется так называемый абсолютизм. Абсолютизм – это ничем не ограниченная власть короля, монарха. Король, император, царь, неважно, как называет правителя страны, в этот период обладает неограниченной властью, и никакой закон ему не указ, и никакие выборные органы сословного представительства, ни парламенты, ни генеральные штаты, ни кортесы, ни государственные думы и ни земские соборы не могут ограничить власть монарха, который правит по принципу «Государство – это я!» Так сказал один из самых известных монархов Европы, французский король Людовик XIV. Но вот такое положение дел, когда вся власть находится в руках одного человека, не устраивало большую часть населения. И в этот же период с абсолютизмом начинается революционная борьба. Широкие слои населения, в первую очередь предприниматели, которых, как я уже сказал, стали называть буржуазией, берутся за оружие, чтобы бороться с неограниченной королевской властью. Начинаются буржуазные революции. И эти буржуазные революции одна за другой побеждают. Падают не только короны с голов королей, падают сами головы королей с их плеч, а в Европе появляются буржуазные государства. Те самые буржуазные государства, которые у нас сохранились до нашего времени. В этот период Европа в политическом отношении становится господствующей силой в мире. Используя собственное техническое превосходство, стремительный рост своей экономики, развитие науки и техники, Европа начинает захватывать другие страны, начинается процесс колонизации, колониальных войн, войн за раздел мира и создание огромных колониальных империй. Серьезные изменения происходят и в социальной сфере, в общественной жизни. Разрушается постепенно феодальное общество, основанное в первую очередь на сельском хозяйстве. Мы с вами знаем, что в средневековье говорили «нет земли без сеньора», то есть без хозяина. Но теперь главное – это не земля. Теперь основные богатства создаются в промышленности, и вот эта вот система феодального устройства общества, где главными слоями в обществе были тяжело работающие на земле крепостные крестьяне и использующие их труд феодалы-землевладельцы, вот эта система уходит в прошлое. Постепенно в наиболее развитых странах Европы отменяется крепостное право, система крепостничества разрушается. Правда не везде. И мы об этом еще поговорим. Мы с вами помним, что средневековое общество было сословным. Сословие – это большая группа людей, чье положение отличается правовым статусом. Ну, то есть в законах записано, какие права и обязанности есть у членов той или иной группы, у членов того или иного сословия. И перейти из одного сословия в другое, в средние века было достаточно сложно. Где родился, там и пригодился. Кем родился, тем и проживешь всю свою жизнь. Но вот теперь постепенно границы между сословиями размываются. И теперь нередки случаи, когда на социальной лестнице сын какого-нибудь цехового мастера-башмачника, удачно введя бизнес-операции, занимает более высокое место и гораздо более состоятельный и уважаемый человек, чем сын какого-нибудь рыцаря, у которого сего имущества только поролу разрушенный дедовский замок, хилый больной боевой конь и заржавленные дедовские доспехи. Постепенно от феодалов, землевладельцев и крепостных крестьян главная роль в обществе переходит к новым общественным группам, к новым социальным классам. Этими классами становятся капиталисты, буржуазия, то есть предприниматели, финансисты, торговцы, промышленники, а также те люди, которые на этих финансистов, на этих промышленников, на этих торговцев работают по найму. Появляется вторая большая группа населения, наемные рабочие, у которых нет никакой собственности, нет никакого имущества, есть только их собственные рабочие руки и умение трудиться. И вот это умение трудиться, они вынуждены продавать, потому что другого способа прокормить себя и свои семьи у них нет. Вот такой класс наемных рабочих ученые называют пролетариат. Серьезные изменения в этот период происходят и в духовной жизни общества. Очень активно развивается европейская наука. Такое ощущение, что ее посадили на ракету и запустили куда-то далеко-далеко в космос. Она действительно ракетой взмывает вверх. На смену эпохе Возрождения, эпохе Ренессанса, приходит период, который историки называют эпоха Просвещения, когда становится важным и значимым быть грамотным, образованным. И вот эти вот образованные, грамотные люди, которых в Средневековье было меньшинство, а теперь все больше и больше, двигают вперед, развивают науку и создают новую, совершенно непривычную для средневековых людей, научную картину мира. Наука, она ведь что говорит? Все, что происходит в мире, имеет объективные, независимые от чьей-либо воли причины. Нет ничего, что произошло бы случайным образом, все в мире взаимосвязано. И у всего есть причины, которые можно объяснить естественными законами. И в этой картине мира все меньше и меньше места остается для религии, для Господа Бога. Многие люди нового времени начинают задумываться о том, что для того, чтобы объяснить мир, совсем не нужно придумывать себе Господа Бога. Появляется атеизм. Серьезный упадок переживает католическая церковь. В 16 веке начинается мощное общественное движение за изменение, за реформирование католической церкви. И это движение получило название реформация. Это движение реформации приведет к тому, что ранее единая католическая церковь Европы расколется и появится немалое количество тех, кто протестует против всевластия католической церкви. Вот такие религиозные объединения вот этих раскольников будут называть протестантами. В духовной жизни периода нового времени все большее и большее место занимает не Господь Бог, а человек. Развиваются идеи гуманизма. И лучшие умы того времени говорят о том, что человек не просто звучит гордо. Человек – это самое важное, что есть на этом свете. И его интересам, его желаниям, его потребностям, его внутренней жизни нужно уделять гораздо большее внимание, чем изучению абстрактных, схоластических, богословских вопросов. Вот эти вот процессы идут в средневековом европейском обществе, и средневековое европейское общество постепенно становится обществом нового времени. Если все, что я сказал, взять так вот и собрать воедино, можно сказать, что в этот период происходит серьезная трансформация. Ученые-историки описывают ее по-разному. Те ученые, в первую очередь западные, которые делают акцент именно на производстве, экономическом производстве, говорят о том, что в эпоху нового времени в Европе происходит переход от аграрного или традиционного общества к обществу индустриальному или промышленному. Аграрное, то есть сельскохозяйственное традиционное общество было основано на крестьянском труде. Большинство людей были заняты именно в производстве продуктов питания в сельском хозяйстве, но с развитием техники постепенно мир меняется, и на смену традиционному обществу приходит общество нового типа, индустриальное, то есть промышленное, где основные богатства создаются на заводах и фабриках, где большинство населения занято именно промышленным трудом. Другие ученые говорят о том, что дело не только в изменении способа производства. Все вот эти изменения, которые происходят, в хозяйственной жизни людей, в общественной жизни, в культуре, все это в сумме приводит к тому, что уходит в прошлое система феодализма. И на смену феодальному общественно-экономическому устройству приходит новое общественно-экономическое устройство, которое называется капитализм. В эпоху капитализма мы с вами живем сегодня и как этот самый капитализм зародился и как он развивался, вот это очень важный вопрос, который мы с вами постоянно будем анализировать в ходе наших видео уроков. Давайте обозначим, что же такое капитализм. Капитализм – это такое устройство общества, причем устройство и с точки зрения экономики, и с точки зрения социальных, общественных отношений, которые базируются на четырех важнейших принципах. Четыре ножки у стола капитализма есть. Если капитализм представлять слоном, то у него есть четыре лапы. Первая лапа слоновьего капитализма – это господство частной собственности на средства производства. Это означает то, что средства производства, то есть то, с помощью чего можно производить различные продукты, земля, заводы, фабрики, машины, станки, оборудование, все это находится в собственности частных лиц, отдельных состоятельных людей или крупных компаний. Второй столб, вторая нога капитализма – это товарное производство. Когда мы производим гораздо больше, чем мы можем потребить, и производим вот эти излишки на продажу. А продаем за тем, чтобы извлекать прибыль. Товарное производство с целью извлечения прибыли – это второй характерный признак капиталистических отношений. Посмотрите у нас сейчас вокруг, что происходит. Мы видим, что в первую очередь все производство в мире нацеллено на то, чтобы потом этот товар продать. Причем продать максимально выгодно для производителя или для продавца-перекупщика. Третий характерный признак капитализма – это рыночная экономика. Рыночная экономика – это экономика, которая управляется не волей государства, не сложившимися традициями, а объективными законами, которые существуют в природе экономических отношений. Вот такое устройство хозяйства без явно выраженного вмешательства государства, без какого-нибудь централизованного планирования и называется рыночной экономикой. Ну и четвертый обязательный столб любого капиталистического устройства – это эксплуатация наемной рабочей силы. Эксплуатация – это означает присваивание результатов чужого труда. И действительно, мы с вами видим, что на капиталистических предприятиях трудятся рабочие, они создают продукт, а вот прибыль от этого продукта, от его продажи, получает хозяин этого предприятия, который вообще в принципе может и не работать. Нет, есть те, конечно, кто сами трудятся, организуют производство, управляют им, а есть те, кто просто сидят в своем, так сказать, бунгало где-нибудь на теплых островах Карибского моря, попивают коктайли и получают прибыль себе на банковскую карту, даже пальцем не пошевелив, для того, чтобы что-то сделать. Вместо них это делают наемные, рабочие, наемные управленцы, менеджеры, а хозяева предприятий, капиталисты получают прибыль. Получается, что работают одни, а пользуются их результатами трудов совершенно другие. Как в эпоху феодализма феодал эксплуатировал своих зависимых крестьян, так в эпоху капитализма капиталист, бизнесмен, предприниматель использует труд наемных рабочих. Вот об этом самом капитализме, о том, как он зародился и как он проявлялся в разных странах Европы и мира, мы с вами и будем разговаривать. Надо сказать, что к началу нового времени мир был очень неравномерно развит. Были общества, которые уже переживали стадию разложения феодального строя, а были те, кто застряли еще в первобытности. Мы с вами знаем, какими были государства Азии, какими были государства Америки к началу нового времени. Мы знаем, что именно в этот период Европа начинает свой стремительный рывок, который позволит ей не только обогнать все остальные страны в развитии, но и на долгие годы стать господином для всего мира. К началу нового времени, если мы взглянем на карту, мы увидим, что для европейцев большая часть мира была терра инкогнито. В переводе с латинского это означает неизвестная земля. Территория, которая была известна европейцам, в общем-то не такая уж и большая по сравнению со всем земным шариком, поэтому неудивительно, что начинается эпоха нового времени с великих географических открытий. Очень серьезные технические изменения в европейском обществе, очень серьезные научные открытия, а также социальные и политические изменения привели к тому, что Европа вышла за свои пределы. Из европейских портов в разные стороны отправляются корабли, которые ищут неизведанную землю, новые морские пути и их находят. Человечество вступает в эпоху великих географических открытий, с рассказа о которых мы с вами и начнем курс истории нового времени. На этом я заканчиваю наше вводное занятие, наш вводный видео урок. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова